И у нас здесь находится спид-центр. Давайте к ним подойдем, пока они сильно не загружены. Представьтесь, пожалуйста. Кононов Евгений Александрович, заведующий отделом профилактики Якутского центра спид. В прошлой акции вы тоже брали на спид, да? И хотелось бы прокомментировать в этой акции, что происходит. На этой акции мы также проводим экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекции. Кроме этого, учитывая ваши пожелания, мы сейчас обследуем асоциальную группу населения на вирусные гепатиты B и C. Тоже также экспресс-метода. Ну и каковы результаты? Ну вот на сегодняшний момент 7 человек обследования на эти данные инфекции. ВИЧ-инфекции, слава богу, ни у кого не обнаружено, но выявили с вирусными гепатитами B и C. А насколько они опасны для нашего общества, вот эти вот гепатиты? Ну это все, это социально значимые заболевания. В принципе, они тоже, в общем-то, так сказать, если население тесно общается, приходится общаться с этой уязвимой группой, то, конечно, может иметь группу риска. Я хотел спросить просто, многие не знают, что такое гепатит C и B. Можно прокомментировать? Это опасно для жизни человека? Да, это опасные вирусные заболевания. Причем, сейчас мы стали их очень часто диагностировать, и выяснилось, что этих инфекций даже больше, чем ВИЧ-инфекции на сегодняшний день. Вот, и эти инфекции сейчас лечатся, в отличие от ВИЧ-инфекции. Так что, в принципе, хоть это и опасные заболевания, которые поражают печень, печень человека, они, в общем-то, излечимы. Вот, на основе вашего анализа, да, B, вы сказали, C, да, данный человек сейчас будет увезен в определенную, госпитализирован, или же он будет гулять дальше? Ну, скорее всего, второй вариант. Потому что пока нет, да, определенных законодательных актов или как? Дело в том, что это экспресс-анализ, это, как бы, так скажем, скрининг. Все равно, хоть и анализ очень высокоточный, точность составляет где-то свыше 90%, но, тем не менее, все-таки диагноз вирусный гепатит, он подтверждается классическим методом из вены. А мы тут берем из пальца. А вообще рекомендации по данному гепатиту БЭЦ? Ну, в данный момент эти люди должны будут, что, гопистолизировать? Ну, они обязаны быть, ну, не знаю, инфрационные? Дополнительные обследования. Про те дополнительные обследования в каких-то специализированных медицинских учреждениях или в социальных учреждениях, в которых их сейчас определяют. Вот, хотелось бы, чтобы, в общем-то, их небольшая судьба, в общем-то, была, в общем-то, уже более прозрачна. Во всяком случае, некоторым людям, в общем-то, у кого мы, в общем-то, выявили положительный диагноз с гепатитами, мы сообщили лично, конфиденциально, то есть они уже знают уже, что у них есть эта инфекция, что они должны дальше пройти обследование. Ну, я имел в виду, что вот с этим диагнозом теперь люди знают, что им надо ложиться в больницу, я так понимаю, грубо, но четко. Ну, не совсем грубо это, ложиться в больницу, просто пройти обследование, это даже возможно в амбулаторных условиях. Не, ну, они же заразны, для человека они опасны, для окружающих. Для окружающих, если они, в общем-то, не вступают, там, скажем, в половые связи, они употребляют вместе наркотики, так скажем, да, то есть пути заражения, например, вирусных гепатитов, он так же, как и при ВИЧ-инфекции. То есть это не воздушно-капельное, вот как при туберкулезе, да, то есть заразиться можно через кровь, это через, при переливании крови, скажем, при медицинских манипуляциях, при несвещенных сексуальных контактах. Вот не зря мы раздаем презервативы, кстати, на этой акции. Так что, ну, все равно группа риска, все равно есть группа риска. Ну, мне уже сказали о том, что, как вы сказали, СПИДу не подвержена данная группа лиц, но именно... Никто не подвержен. Неправильно, это неверно, сейчас висит фикции, наоборот, подвержены различные категории граждан. Просто вот эта данная категория, наоборот, является группой риска, наоборот, уязвимая. Я имею в виду, вот, с акцией «Путь к дому» есть, как вы считаете, необходимо такие вещи делать, даже так, точечно? Конечно, это очень-очень полезная акция, вот, и, в общем-то, наше присутствие, скажем, здесь, я скажу, что очень оправданно. В общем-то, рано или поздно, все равно мы вы-вы, именно и виситфицированных, а потому что у нас, среди наших виситфицированных, есть определенные группы именно из этой среды, то есть среды асоциальников, бомжей. И они могут разносить, заражать друг друга, так что все оправдано. То есть опасность все-таки заражения, она существует или существовала, я так понимаю? А можно вот, у нас рядом сидит представитель ГБУРСЯ, НПЦ, Ктезиатрия? Можно вас немножко прервать? Мы сейчас узнаем, Ктезиатрия, это один из, там, где проходят эти, которые в данной акции проходят в флорограмму, именно в Тезиатрии, и вот здесь, я так понимаю, здесь направление этого описа. Как вас зовут? Город. Город, Город. Сейчас, там. Сейчас, там. Так, ну вот, смотрю, у нас насильно выявлено два гепатита В и три гепатита С. Ну, ну, покажи, если возможно, здесь у нас спецентр все покажет, что это такое, что же за, 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 за такая штучка? Гепатита Эспресс-тест нового четвертого поколения с точностью 90%. Вот, это высокоточные тесты, которые позволяют, они, лучше не трогайте без перчаток, это кровь. А, могу заразиться, извините. Ну, вот, данный метод основан на определении специфических антител в крови, именно на вирусной гепатите С. То есть, вот здесь видно две полоски, контроль и тест. Это значит, что данная тест-система положительная, это значит, что у данного больного в крови есть специфический антител к вирусному гепатиту С. То есть, скорее всего, в 90% этот человек болен вирусным гепатитом С. Также здесь вот, вот, тоже еще один гепатит С с двумя полосками, они уже сейчас немножко ушли, уже высохли, да? И вот это вот, вот, вот здесь тоже видно, это вирусный гепатит Б. То же самое, принцип тот же. Вот, этим больным просто надо пройти до обследования. Нет, ну, я понимаю, что опаснее С или Б? Конечно, опаснее С. Возможен летальный исход? Да, летальный исход возможен. Дело в том, что вирусный гепатит С вызывает цирроз и рак печени. Вот, в принципе, гепатит Б тоже может это же вызвать, но он, так скажем, менее такой, так скажем, злокачественный, как С. Спасибо. Пожалуйста. Мы сейчас подходим к представителю тезиатрии. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Корнеева Светлана Ивановна. Вот сегодняшняя Ваша работа дает какие-то результаты? Ну, в общем-то, мы направили на флюорографическое обследование с утра где-то больше 10 человек, наверное. Организован выезд на машине организаторов к нам в учреждение, чтобы они прошли флюорографическое. Ну, отбираем, кто недавно прошел, мы техния направляем, а кто уже года 2-3 не проходил, кто техния, тем предлагаем пройти флюорографическое обследование. Я вот хотел узнать, самый главный фактор тезиатрии все-таки туберкулез, правильно? Вот в прошлую акцию был выявлен больной с открытой формой туберкулеза, а вот в данный момент как дела обстоят? Ну, пока мы не можем сказать, потому что поставить диагноз туберкулеза сразу-то мы не можем. Если находим изменения в лёгких, то мы приглашаем человека на обследование. Он проходит все у нас анализы, все обследования, которые необходимы для того, чтобы поставить именно диагноз туберкулеза. А вот хотел бы вот это, вот эта категория лица, наиболее, как сказали, является зоной риска, да? И на сегодняшний день мне сказали, что в тезиатрии в случае обнаружения всех соответствующих болезней, он капитализируется, данный человек. Ну, имеется в виду после этой акции. После этой акции, если у человека выявляется активная форма туберкулеза, то мы, конечно, госпитализируем наше учреждение. И вот Ваше отношение к данной акции, не необходима она, все-таки зона риска людей? Да, конечно, такая акция очень-то нужна, потому что, ну, хоть из 10 человек, если выявим одного человека с активной формой, то это уже хорошо, потому что массивные бактерии выделитель может за год заразить 10-15 человек, но из них могут заболеть именно туберкулезом, где-то 2-3 человека, да, сказали уже. Ну, и дело в том, что у нас заболевают люди трудоспособного молодого возраста, поэтому такая акция, конечно, необходима, как мы вот видим, наушники к нам вот за день подожди, люди именно такого возраста, престарелых людей, я вообще-то вот два часа сижу не видела еще. Ну, не престарелых, а пожилого возраста. Вот сейчас вот акция проходит, да, я так смотрю, больше молодых, да? Ну, да. Про что я не сказала. Я имею в виду, что можно концентрировать факт того, что данная акция все-таки затронула людей, и оказалось, что в трудной жизненной ситуации у нас молодые, молодые. Вот сейчас он проходит, видите, идет беседа. Это вот сейчас проходим, ну, временно, мы сейчас подойдем к наркологу. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вы дашь нарколог, на беде спонсера. Вот там у наших камер, мы находимся в прямом эфире, вот хотелось бы, как позовутся? Я говорю, я проживусь. Как вы вот оцениваете акцию и на сегодня с точки зрения нарколога, да? Работа. Насколько, какова картина все-таки? Нет, наш камер. Какова картина? Ну, с утра мы работаем вдвоем. Ага. Я, собственно, с меня пришел. Семь человек прошел. Нас пошел к первому. Одного направил в стационар. И до этого коллега принимала по 17 больных. Ну, и нет. Ну, вообще, с точки зрения данной категории, оно, это, это ваша категория, нет? Да. Ну, это правильный шаг. И какие отклонения у этих людей? Есть какая-то определенная, вырисовывается одна картина? Или же все-таки у них... Ну, они как обычные люди. Все обычные люди? Да. Ну, немножко так, но потеряли свою... Готовы. 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 Ну, на виду. Их сейчас направляют, это Красная Якутия, как у нас в народе говорят, и наркодиспансов, правильно? Одно и то же это. А, одно и то же. И там они будут проходить уже реабилитацию, так? Ну, там всевозможная помощь реабилитации, лечению, снять инфоциклацию. Работает. Спасибо. А вот сейчас забор анализов идет, да? Забор анализов идет, вот... Покажи, пожалуйста. Вы такого нигде не увидите, только на нашей акции, когда сразу несколько практически анализов берутся. Вот, видите? И оказывается, это медицинская помощь. Представьте, пожалуйста, у нас... Мы из третьей поликлиники. Мы вот вакцинацию делаем. Вот какие анализы сегодня проводятся? Общий анализ крови и рву. И после осмотра мы ставим вакцинацию против гриппа. Вот я с нашим терапевтом. Какова картина с таким людьми? Вообще, вы в последний раз когда проходили медицинский осмотр? В последний раз? Ну, и летом, в августе. В данный момент сейчас прививку получите? Да, сейчас мы ему поставим прививку против гриппа, чтобы он у нас не болел. Легкие у нас чистые, физикулярные, давление 120. Мы проводим первичный медицинский осмотр, даем рекомендации и вот ставим прививки. Вы сейчас пройдете медосмотр, да, а потом дальше куда? В реприентационный центр или... Туда идут, туда идут. А куда? А ваше отношение к этой акции, как вы считаете, нужна она? Нормально. Это все надо нормально. Спасибо. Я еще раз говорю, что акция у нас непростая. Все думали, что это так легко. Нет, это не легко. Так что акция продлится еще до пяти часов. Люди получат необходимую помощь и будут... Мы постараемся показать что-либо, как происходит в Терехе и куда люди направляются дальше. Жалко. Продолжение следует... Продолжение следует...